Приветствую вас друзья на канале Светотехник. Тема сегодняшнего видео, как выявить причину поломки светодиодной люстры. Многие зрители задают вопросы, у них бывает пропадает цвет, либо вообще люстра не работает. Люди начинают сразу же винить блок питания, пытаются его купить, но зачастую выходит, что дело далеко не в блоке. Сейчас мы посмотрим на примере вот этой люстры, что и как бывает у них с поломками. Как выявить, какие детали нужно менять, либо ремонтировать. Значит симптомы у этой люстры такие. При включении не включается холодный свет, теплый свет работает хорошо. Ну и соответственно работает всего лишь один режим. Значит что здесь у нас могло сломаться. Думаю начать нужно с блока питания. Для этого сейчас мы отключим напряжение. И будем снимать светодиодный драйвер. Соединяем наш драйвер от модулей. И откручиваем его. После того как мы сняли корпус блока, надо его раскрыть. И провести визуальный осмотр схемы. В основном если поломка в блоке, то ее возможно увидеть визуально. Значит как мы видим, здесь у нас сдулся один конденсатор. Есть такая пупырка. Типа выпуклась на нем. Второй конденсатор целый. Думаю причина поломки, даже если сгорели светодиоды, в этом конденсаторе. То есть он не смог стабилизировать ток. Ток превысился и сгорел какой-то светодиод. Это основная причина, которая бывает в блоках. То есть вот этот конденсатор и вот эти два. Если люстра бывает такая поломка, люстра начинает пульсировать, мигать. То скорее всего вышли из строя вот эти конденсаторы. Они вздуваются крайне редко. Их можно проверить только прибором. Поэтому проще сразу купить. Они стоят недорого. И заменить вот эти управляющие конденсаторы. Если же у вас пропал цвет. Либо люстра вообще не работает. То стоит посмотреть вот на эти. Эти вещи ломаются крайне редко. Только если уже что-то замкнуло и почернело. Тогда да, блок нужно менять полностью. Если же вот такие проблемы, то блок возможно отремонтировать. Имея простой паяльник и конденсаторы. Значит здесь нужно заменить конденсатор. Так с блоком мы разобрались. Теперь надо осмотреть светодиоды. В данной люстре стоят светодиодные модули. Называются они МК2402. 20 ваттный модуль. Чтобы здесь проверить светодиоды. Если смотреть на люстру просто вот так вот. То их в принципе очень плохо видно. Сгорели они или нет. Но если посмотреть под углом этой линзы. То можно заметить на светодиодах. Черные точки. Например здесь видно. Что два холодных светодиода. Очернели. В этом модуле. В других модулях все в порядке. Сейчас мы снимем этот модуль. И я вам покажу как выглядит перегоревший светодиод. Снимаем модуль. И нам необходимо снять линзу. Линза у нас снимается с помощью физической силы и отвертки. Просто подсоем плоскую отвертку. И отколупываем линзу. Так же вторую. И здесь отчетливо видно. Как выгорели кристаллы светодиода. То есть черное пятно. Говорит о том что светодиод перегорел. Для замены таких светодиодов на таких платах. Желательно конечно использовать паильную станцию. Либо строительный фен. Замена очень проста. Сверху будет подсказка на видео как их менять. Так же я в описании оставлю ссылочку на светодиоды. Именно к этому модулю. И в принципе поменять может практически каждый. Кто захочет. Вот. Здесь тоже меняем конденсатор с помощью паяльника. Соблюдаем полярность. И я думаю сейчас я это все поменяю. И люстра у нас должна заработать. ГРОПИЯ ПОЛЬЯ ПЛА menar Субтитры подогнал «Симон» Итак, мы произвели замену конденсаторов на новые Я меняю сразу два, чтобы не было потом проблем И можно начать сборку Также мы заменили светодиоды И будем проверять, заработает ли у нас светильничек Собираем блок И подключим наш модуль Линзы здесь потом можно приклеить на суперклей Или же на любой другой клей Собираем модуль Так, сейчас, секунду, вот так тут у нас был Все это дело собираем Подключаем блок Подключим шнур 220 Как мы видим, холодный свет у нас вернулся Теплый свет у нас работает И, соответственно, работает самый яркий режим Как вы видите, ремонт достаточно простой Достаточно бюджетный И после такого ремонта люстра еще очень долго будет работать Так что нужно подходить в комплексе Если люстра у вас сломалась То в первую очередь, конечно, делаем визуальный осмотр А не бежим покупать дорогостоящие запчасти Потому что они не гарантируют того, что люстра у вас заработает Надеюсь, мое видео кому-нибудь поможет Оставляйте ваши комментарии Задавайте вопросы Подписывайтесь на канал Всем спасибо за просмотр С вами был Света Техник Всем пока